КОНЕЦ 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 Естественно, лечение прерывается, онкологическое, до значимого, сформулированного так, сформулированного клинического улучшения, регресса, пневмонии, отрицательного ПЦР. В общем, все достаточно четко прописано, понятно, что всегда есть нюансы. При прогрессировании онкогематологического заболевания, рекомендуют наши коллеги, по жизненным показаниям возможно проведение терапии менее токсичными режимами. И при фибрильной нетропении, меня это, кстати говоря, удивило, использование колоннестимулирующих факторов с крайней осторожностью, потому что они могут спровоцировать развитие, оказывается, цитокинового шторма. То, чего мы больше всего боимся, собственно говоря, при течении этого заболевания. Но все это идет под эгидой, если не ухудшить течение онкологического процесса и прогноз. Все-таки, как у беременных, риск и польза. Если польза превышает риск, все-таки в российских рекомендациях прописано продолжать терапию. Ну, понятно, что менее токсичными препаратами не буду вдаваться в эту тему, потому что это все-таки не мой конек, прямо скажем. По вакцинации. Значит, отдельных рекомендаций по вакцинации у онкологических пациентов нет. Поэтому, мне кажется, мы должны руководствоваться здесь аннотациям к препаратам, да? Первая вакцина ГАМ-КОВИД-ВАД или спутник ВИИ, комбинированная векторная вакцина, написана с осторожностью у пациентов со злокачественными новообразованиями. Принятие решения о вакцинации основывается на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации. То есть, можно, но осторожно. Вторая вакцина, ЭПИВАК-КОРОНА, на основе пептидных агентов, злокачественные заболевания кровяного образования, отнесены к противопоказаниям. Поэтому, эту вакцину для онкологических пациентов мы вычеркиваем. И третья вакцина, КОВИВАК, это коронавирусные, инактивированные, цельноверионные, концентрированные, очищенные, так называемые, ну, более традиционные, скажем так, по методике изготовления вакцины, противопоказаний для онкогематологических больных нет. В аннотации написано так, поэтому эту вакцину мы будем использовать. Знаю, что сейчас начинаются клинические исследования использования этой вакцины у ревматологических пациентов, в том числе находящихся на иммунотерапии. Более традиционные наши проблемы – хроническая инфекция вируса гепатита B и онкологические заболевания. С какими проблемами сталкиваемся обычно мы, инфекционисты? У пациентов, которым требуется иммуносупрессивная терапия, часто наблюдается реактивация вируса гепатита B. Причем она может наблюдаться как до, так и после иммуносупрессивной терапии. В группе риска – пациенты со злокачественными гематологическими заболеваниями, пациенты с солидными опухолями, находящиеся на цитотоксической химиотерапии, на высоких дозах кортикостероидов или азотиаприна, и особенно на снижении доз кортикостероидов мы видим реактивацию гепатита B. И самые, конечно, пациенты, которые в большей степени подвержены реактивации, это те, которые получают терапию на основе моноклональных антител. И первым, конечно, был ретуксимаб, на фоне применения широкого которого именно эта проблема и возникла. Когда мы говорим о целях и задачах терапии инфекции вируса гепатита B, в первую очередь мы должны добиться стойкого подавления размножения вируса и уменьшения воспалительного процесса в печени. Предотвращение развития цирроза и рака печени, но это более нас интересующая задача, профилактика передачи гепатита B от матери ребенку и снижение риска передачи половым гемоконтактным путем. Вот такие эпидемиологические аспекты мы преследуем. А вот когда мы говорим о пациентах с коморбидностью, о пациентах с онкологическими заболеваниями и хронической инфекцией вируса гепатита B, вот здесь ситуация несколько иная. Значит, рекомендации мы ориентируемся все-таки на наши российские рекомендации, но европейские и американские совершенно идентичны в этом плане. Кому показана терапия инфекцией вируса гепатита B? Конкретно у пациентов с онкогематологической патологией. Если у пациента есть положительный HBS-антиген, то есть у него есть инфекция вируса гепатита B, и этот пациент является кандидатом на проведение химио- или иммуносупрессивной терапии в качестве упреждающей, замечу, терапии на всем протяжении лечения вне зависимости от уровня вирусной нагрузки по гепатиту B и 12-18 месяцев после ее завершения пациент должен получать противовирусную терапию по B-гепатиту из-за того, что у этого пациента есть высокий риск реактивации процесса. Вторая группа пациентов, более распространенная, хочу сказать, те пациенты, у кого нет HBS-антигена, но есть так называемые, ну скажем так, вспомогательные маркеры вируса гепатита B, так называемые коровские иммуноглобулины G. Таких пациентов, вообще говоря, много, вообще людей таких много, и в нашей стране, и среди медработников, просто никто без нужды не обследует на этот маркер, но тем не менее он встречается достаточно часто. В обычной ситуации он не представляет какой-то значимой опасности, не требует никаких действий, особенно если вирус гепатита сам, ДНК вируса гепатита B не определяется, а вот если это пациент с онкогематологической патологией, вот здесь рекомендации относятся более к этим пациентам внимательно. Этих пациентов необходимо мониторировать количественным методом уровень вируса гепатита B в крови и определять и степень активности алланино-амино-трансферазы. И если у пациента начинается либо повышение алланино-амино-трансферазы, либо появляется положительная полимеразная цепная реакция на вирус гепатита B, вот здесь этому пациенту обязательно должен быть назначен противовирусный препарат для подавления вируса гепатита B. Иначе вся ваша работа будет сведена на смарку, потому что произойдет реактивация гепатита B, повысятся печеночные ферменты. В худшем случае пациент может погибнуть, потому что реактивация протекает по типу фульминантного острого процесса. То есть в течение нескольких дней, во всяком случае вот у онкогематологических пациентов, к сожалению, были такие прецеденты, больной погибает от патологии печеночной недостаточности. ВИЧ-инфекция тоже мы постоянно с онкологами работаем совместно, потому что при ВИЧ-инфекции есть так называемые ВИЧ-ассоциированные онкологические заболевания, то есть те, которые встречаются с достаточно высокой частотой. Это рак шейки матки у женщины, инвазивный рак шейки матки, это саркома капыши, это все практически самые разнообразные лимфомы. Хочу сказать, что количество лимфом, по крайней мере, вот по наблюдениям нашего центра в Санкт-Петербурге, у ВИЧ-инфицированных пациентов значимо увеличилось за последнее время. С чем это связано, пока, в общем-то, не очень понятно, но, тем не менее, этих больных стало существенно больше, и поэтому взаимодействия с онкологами и онкогематологами у нас с каждым годом расширяются. Вообще, какие цели преследует терапия ВИЧ-инфекции антиретровирусная? Она должна увеличить продолжительность и сохранить качество жизни больного, снизить контагиозность пациента, сделать его незаразным, говоря по-русски, и значимо уменьшить финансовые затраты, потому что и госпитализация, и лечение вторичных заболеваний, и связанная с этим нетрудоспособность, это очень большая нагрузка на финансы, на государство, потому что на сегодняшний день более миллиона ВИЧ-инфицированных, только зарегистрировано в России, а реально их количество, конечно, значительно выше. Задача антиретровирусной терапии снизить содержание вируса в крови, и показана она абсолютно всем пациентам. На сегодняшний день начало терапии следует рекомендовать независимо от количества CD4 и уровня вирусной нагрузки, то есть абсолютно всем. Какая проблема у нас возникает вообще в связке с онкологами, что иногда пациентам начинают лечить онкологическое заболевание без антиретровирусной терапии. То есть в данном случае наша роль первая, мы назначаем свою терапию, добиваемся подавления вируса, ну или хотя бы значимого снижения, на это уходит немного времени, хочу сказать. На современных схемах в течение месяца можно практически полностью подавить вирус ВИЧ. И дальше у онкологов полностью развязаны руки, мы подстраиваемся под вашу терапию, назначаем лечение, чтобы не происходило межлекарственных взаимодействий, и, в общем, вот тогда только мы сможем добиться эффекта от лечения у наших пациентов. И последнее вирусное заболевание хронической инфекции – это хронический гепатит С. Главное его отличие в том, что это заболевание излечимое, и главная задача противовирусной терапии – это удаление вируса из организма. Она показана всем, если подтвержден этот диагноз, но конкретно для онкологов, кардиологов и других специалистов есть такая сноска, причем в российских тоже рекомендациях и международных. Лечение не рекомендовано пациентам с прогностически низкой продолжительностью жизни из-за сопутствующих заболеваний непеченочной этиологии. С чем мы часто сталкиваемся? Что онкологи присылают пациентов, у которых повысились печеночные ферменты, у которых есть инфекция вируса геотита С, и говорят, идите к инфекционистам, они вылечат вам быстро гепатит, и дальше вы к нам вернетесь продолжать лечить свое заболевание. К сожалению, так не получается. Система финансирования наша значимо отличается от онкологической. Почему? Потому что лечение хронического гепатита С вообще формально не экстренная проблема. Это не острый лейкоз, не лимфома, не какие-то злокачественные новообразования. Дело терпит. То есть этот пациент может ждать, в общем, полгода, год, иногда и два года. У людей некоторых 5-10 лет не прогрессирует заболевание. Поэтому никаких квот у нас не существует. Мы работаем, финансируемся из федеральных программ, из региональных программ и системы обязательного медицинского страхования. И в большинстве регионов, а в Петербурге в особенности, с Москвой, экстренно эта терапия почти никогда не может быть назначена, к сожалению. Поэтому вот так вот пойти к инфекционистам и быстро вылечить, увы, у нас не получается. С Б-гепатитом ситуация решается очень просто. С ВИЧ-инфекцией еще легче. С С-гепатитом ситуация гораздо сложнее. И вот прямо сразу мы ничего дать пациенту, увы, не можем. А на что хочу еще обратить внимание. Есть больные, и их все больше становится, у которых гепатит С вылечен. У них остались антитела к вирусу гепатита С, иммуноглобулина G. Но вируса, РНК, вируса гепатита С у них нет. И вот эти пациенты, если в течение двух лет наблюдения не демонстрируют рецидив заболевания, они считаются реконвалестентами. Они не больные гепатитом. Их печень, если у них не было тяжелого фиброза, абсолютно здорова. У них нет никаких рисков, ограничений, ни по какой ровным счетам терапии. Это было прописано еще в санитарных правилах в 2013 году. Но, к сожалению, почему-то до сих пор мы постоянно с этой проблемой сталкиваемся. И последнее, на чем я хотела остановиться, на призыве к взаимодействию. Ваши препараты, как и наши, являются достаточно серьезными, и большое их количество метаболизируется посредством системы цитохрома. Увы. Соответственно, они вступают в межлекарственные взаимодействия очень серьезные, что может увеличить токсичность А или снизить эффективность нашей с вами терапии. Поэтому о том, что существуют сайты по оценке межлекарственных взаимодействий, говорить не надо. Это всем известно. Для ВИЧ-инфицированных пациентов, вернее, для ВИЧ и для хронического гепатита самые популярные сайты – это сайт Ливерпульского университета. Есть мобильные приложения. Там в режиме онлайн мы можем посмотреть межлекарственные взаимодействия. Мы этим занимаемся постоянно. Мы подстраиваемся под кардиологов, под пульмонологов, под онкологов. У нас есть такая возможность и достаточно широка она. Но мы регулярно сталкиваемся с ситуациями. Последняя ситуация сложилась буквально меньше недели назад. Пациент с ВИЧ-инфекцией, получающий антиретровирусную терапию, с рецидивом лимфомы попадает в онкологическое медучреждение. Инфекционист, эвакурирующий, предлагает поменять нашу терапию, подстраиваясь под вашу. Ему говорят, что, в общем, ничего, все будет нормально. И в результате мы получаем тяжелую гепатотоксичность. Мы получаем уровень аланинаминотрансфераза выше 500. Терапия приостанавливается онкогематологическая. И, соответственно, мы теперь боремся с этой проблемой уже у себя и меняем пациенту терапию. Вероятнее всего, все-таки это было связано с межлекарственными взаимодействиями. Понятно, что бывают другие варианты. Но в данной ситуации это наиболее вероятное решение. Его можно было избежать, ее, вернее, этой проблемы. И для этого нам нужно было просто, ну, даже не встретиться, поговорить, созвониться или просто вспомнить о том, о чем мы говорим уже, в общем-то, не первый год. Поэтому я думаю, что все-таки наше взаимодействие, ну, не думаю, я уверена, что оно будет продолжаться, потому что выхода у нас нет. Но взаимопонимание наше, я надеюсь, что улучшится, и мы будем слышать друг друга. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.